Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем проходить Don't Bite Me Bro. А если вы хотите, чтобы следующая серия вышла как можно быстрее, поставьте, пожалуйста, лайк, и если вам понравится видосик. А можете и не ставить, это, как всегда, только лишь ваше личное право. Наша база уже довольно-таки неслабо обустроена, я наставил очень много осторожевых вышек, на которых стоят мои бойцы, и, думаю, о ее безопасности беспокоиться не стоит. Я теперь могу вообще ночью сюда не возвращаться, потому что и без меня бойцы запросто отбивают нашествия зомбарей. Сегодня я займусь тем, чем хотел заняться уже довольно-таки давно. Просто сперва мне хотелось обеспечить свою базу безопасностью, ну а сегодня я отправлюсь в подземелье и попытаюсь, наконец-то, нормально, сдержанно, не торопясь пройти его до конца. Не знаю, получится это или нет, но попробовать я очень-очень сильно хочу. Помню, что в прошлый раз, когда я был в этом подземелье, в пещере, если я ничего не путаю, если бы это было именно это подземелье, я, друзья, просто-напросто немножечко упал в лаву и погиб. Но ничего, сейчас я буду к этому готов, и все должно получиться. Если же не получится, то я пойду проходить подземелье, например, находящееся в церкви. Но, не знаю, мне кажется, туда суваться не стоит. Раз это находится ближе всего, стало быть, в конце тут... Во-первых, оно будет самым простым, по идее, и я смогу подготовиться к следующим подземельям. Да и в конце здесь, мне кажется, должна быть какая-нибудь стоящая награда. Не зря же я прохожу его. Мне уже сказали, что в конце будет босс, я не знаю, что это будет за босс, но попробовать определенно хочется. Хочется на него посмотреть, посмотреть в лицо своему врагу, своим страхом. Этим-то я сегодня и займусь. Правда, вот прицел иногда почему-то сбивается. Стоп, и все ли патроны я собрал, прежде чем отправляться дальше? По-моему, да, все, но мне казалось, что должно быть их больше. Ну, этого должно хватить. Еще, друзья, я каждый день практически захожу на страницу разработчика этой игры и пытаюсь увидеть там обновление, потому что, ну, игра до этого обновлялась довольно-таки быстро, а сейчас уже, наверное, недели две она не обновляется, и это печально. Она хоть и бесплатная, но все же хотелось, чтобы разработчик на ней продолжал работать, трудиться, потому что игра классная, потенциал большой, если она будет только лишь совершенствоваться со временем. Чувствую, нас ждет очень много интересного. Буду возвращаться к ней после обновлений. Так, это мы просто прошли по кругу. Просто я прохода не видел направо. Понятно. А зачем здесь палатка? Может быть, в ней как-то сохраниться можно? Оу. Оу, просто собрал доски и все. Ресурсы. Нафига? Я пришел сюда явно не за ресурсами. Я пришел сюда забрать жизнь босса. А вот, в общем-то, и второй этаж. Уху-ху-ху-ху-ху. Скоро будет третий. Отлично. Уже вода, значит, в самом низу нас ждет лава. Все правильно. Я был именно в этом подземелье, когда утонул в лаве. Но там были чертовы горящие зомби. Их было реально очень много. Я просто растерялся и погиб из-за этого. Сейчас этого не повторится. Постараюсь к ним не подходить лишний раз. Буду отстреливать издалека. Хотя огненные зомби, они еще и быстро передвигаются. Они просто-напросто, увидев меня, сразу пытаются разорвать меня в клочья. Это не круто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, в общем-то. Ой-ой-ой, еще игра вылетела. Не вовремя. Вот эти горящие зомби. Черт побери. Это, походу, обычные зомби. Просто они горят. Фух-фух-фух. Это было стрёмно. Реально игра свернулась. Эй. Да нельзя в лаву наступать. Жесть. Я теряю столько крови. Ай, опять наступил. Кончиком пальца буквально. Ой, печально. Не хочется спускаться раньше времени. Опа-на. Все правильно. Раньше времени вниз. Сейчас я перекушу. Благо, здесь есть перекусоны. Все будет здорово. А это что такое? Ааа. Упаковка пончиков. Да хрена еды. Здорово. Еще тогда и ресурсы заберу из палатки. Реально, некоторые вещи здесь можно разломать на все составляющие. Это здорово. Классно. Интересно, сколько разраб потратил времени на разработку этой игры? Вот реально интересно. Мог бы я с ним пообщаться. Было бы здорово. Но да ладно. Что я и так бывает слишком часто выхожу на разработчиков. И ладно, не буду, не буду, не буду, не буду искать его. Хотя бывает, что и разработчики сами выходят на тебя. И говорят, что спасибо, что он записал видосик. Особенно, учитывая то, что я часто снимаю игры неизвестные. Разработчикам приятно, наверное. Но потом они присылают на халяву новые версии. Здорово. Так, ну что, поехали дальше. О, еще один зомбарь жив. Я открыл вам, наверное, сейчас тайну великую корпоративную. Но вы и так, наверное, все в этом знаете. Что ютуберы часто общаются с разработчиками. Правда, вот платить они не хотят обычно. Привыкли, что их игры снимают на халяву. Ну и ладно, ладно. Мне, в принципе, хватает всего. Ну не то, чтобы хватает, но не жалуюсь, не жалуюсь, не жалуюсь. Ладно, что это я развел здесь демагогию. Все, идем дальше. Так, наверное, просто я хочу хоть как-то пообщаться с кем-то, пока прохожу эти странные помещения. Хочется добраться уже до босса. Блин, где же босс? Где босс? Босс, босс, босс. Выходи, это третий уровень. Значит, он должен быть где-то здесь. А может быть и не стоит раньше времени торопиться? И выходить на босса? Может, стоит подлечиться? Если что, потом... Ладно, если потеряю слишком много здоровья, попробую вернуться назад и подлечиться. И еще благодаря прокачке, которую я купил в прошлой серии у этого торговца костями. Называю его почему-то так. Не знаю, хочется называть его так. Не обижайтесь. Не обезсудьте. Ну так вот, купил. И теперь у меня зомби дохнут с одного удара палкой. Это здорово. Очень здорово. Блин, ну вот перекусон. Значит, босс уже где-то рядом. Хорошо, что здесь тоже был дополнительный перекусон. Ну, стрелка показывала вниз. Посмотрим, так ли это. Ага, вниз пройти нельзя. Здесь, в общем-то, у нас закрытое помещение. Тупик. Тупик. Окей, двигаемся дальше. Направо. Направо, 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 направо. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Это странно, дружище. Жесть, а он-то бронированный. Жесть, а он-то бронированный. Убили босса, друзья мои. Убили босса. Что это за такое? Че? Что происходит? Все? Это как бы типа все? Меня просто телепортировало назад. А нафига я проходил это подземелье? Я тогда спрашиваю, что это вообще? Просто так, типа, чтобы побегать или че? Или как? Ай, опять. Я думал, просто пробегусь, посмотрю. Может быть из босса что-то выпало, что я пропустил. Блин. Друзья, я как-то расстроен даже. Я думал, будет круто. Что это такое? Что это такое? Друзья, что это такое? Что это? Я такого никогда раньше не видел. Что это? Это зомби-дети? Ааааа! Это были... Нифига себе! Додумался. Это были беременные зомби. То есть, ну... Была беременная женщина, она стала зомби. Я ее разломал на куски. И оттуда вылез ребенок, как буквально чужой какой-то. Жесть, прикольно. Пока такого я реально не видел. Это было забавно. Хорошо. Окей. Думаю, можно сбегать еще и в другое подземелье. Почему бы и нет? Время вроде бы у нас есть. У меня... База моя неплохо так защищена. Значит, я побегу. Да. Второе подземелье, которое я хочу посетить, находится в церкви. Там я уже смог отыскать одного из выживших. Может быть, смогу отыскать еще кого-то. Потому что, судя по меню, выживших еще достаточно много. Где они скрываются от меня, я не понимаю. Но я до всех доберусь. Я знаю, где еще два. Это фермер и это, в общем-то... Это... Блин, полицейская. Кстати, что по фермеру? Кукурузка-то у него не выросла случайно, нет? Может быть, захочешь побежать со мной просто так? Не, не хочет. Ну и пошел ты нахер. Пошел ты нахер. Я уже сколько раз пытался тебя спасти. И тебя, и полицейскую я спасать не буду. От вас толку ноль. Пока я бегаю и выполняю ваше задание, вы просто дохнете, блин. Так, сначала нужно холл зачистить от церкви. Хотя, блин, зомби-то... Особо их здесь и не было. Зашел, и теперь пустота. Круто. Меня всегда поражало, почему церковь внутри настолько больше, чем снаружи. Ну, церковь в этой игре. И один, кстати, из выживших сидел в гробах. Вот еще одна зомби, блин. Походу, я понял, в чем прикол. В чем прикол этого босса. То есть, походу, когда я, друзья, убиваю босса, игра становится немножко сложнее. Появляются новые враги. Потому что, ну, раньше, серьезно, вот этих врагов-младенцев не было. Серьезно. Может быть, они и были, но я что-то их не помню, не замечал. Еще одни. Блин. Да что с вами не так, женщины? Чего вы дома не сидели-то, пока устраивался здесь зомби-апокалипсис? Елки-палки. Теперь эти детишки довольно-таки резво бегают. И наносят немало урона. И попасть в них не всегда получается. Ладно. Не сложно. И у меня накопилось очень много... Да опять ты здесь. Не кричи. Накопилось очень много костей. Нужно будет их потратить. Вот за что я люблю церковь, что здесь очень много патронов. Очень много патронов. Просто не успеваю собирать. Посмотрите. Салют из пуль. Мне, походу, больше пули уже никогда не понадобятся, если я эти умудрюсь сохранить. В гробах у нас ничего не сидит. Выживших больше нет. Просто кости. Очень-очень-очень это жаль. Жаль-жаль-жаль. Но окей. Не об этом-то речь. Речь о... Этом, о боссе. Но спускаемся. Поехали. Поехали-поехали-поехали. Следующий уровень церкви. Здесь я еще не бывал, по-моему. Или как раз-таки здесь я выжившего нашел. Нет, подняться же нельзя. Точно. Нашел я его, значит, на первом этаже. Все верно. Ничего я не путаю. Повезло, что практически сразу нашел спуск. А, да, смотрите-ка. Вон здесь зомби еще сильнее. Значит, не зря я пошел сначала в подземелье первое, которое находится в горе. А потом пошел сюда. Все, значит, правильно сделал. Потому что это подземелье сложнее. Там были только обычные зомби. Ну, не считая босса. А здесь еще появляются здоровяки. И здоровяков здесь довольно-таки много. Жаль, на ходу не получается нормально целиться. Так бы я всем вам показал. Такс. Сюда идите. Ну-ка. Тьфу. Ой. Еще два спряталось. За этой гигантской тушей. Куда двигаться? Был бы какой-нибудь ориентир, было бы здорово. Но никакого ориентира нет. Эх, никакого радара. А, да. Вот нашел. Ха. Сейчас вот-вот мы уже встретимся с боссом. Блин, считай, много пуль потратил на этих, на обычных зомбарей. Может, стоит сэкономить на босса? Так как босс может оказаться очень суровым. По сравнению с предыдущим. Все на это указывает. Но на втором этаже не было беременных зомбарей. Хм. Почему же? Ну что? Мне, ребят, честно говоря, стрёмно. Стрёмно. Боюсь двигаться дальше. Восстановил здоровье. А что у нас здесь? Пицца. Не нужна нам. Хоть я её и взял. Надо двигаться. О, она. Ещё один новый зомби. Быстрые. Но уже такое мы встречали. Ого, с одного удара они не дохнут. Только с пули. А если босс будет тоже таким быстрым? Вот это будет жесть. Так что у нас здесь? Кости. Хорошо. Просто буду собирать. Мне уже костей хватит, чтобы скупить абсолютно весь магазин. Который он таскает вместе с собой. Не знаю, есть ли смысл собирать. Можно пройтись вообще по всем этим гробам. Но тут они будут пустые, скорее всего. Давай же. Ни хренашечки. А нет, с одного удара погиб. Почему он тогда с одного удара не погиб? Не знаю, ладно. Дайте пройти. Не дают. Ааа, придётся круг наворачивать. Я так не люблю наворачивать круги. Это так ужасно. Ну, где же босс? Он беременная. Плюс быстрые зомби. Ещё одни. Ещё одна беременная. Надо завалить ребёнка, пока он не успел начать буянить. Так? Итак. Вот это я понимаю. Может нам сюда? Ай! Ай-ай-ай. Слишком тесное помещение. Слишком тесное помещение. Нету хилок. Жесть. Становится тяжело. Я перестал следить за здоровьем почему-то. И восстановить его пока здесь нигде нельзя. Босс, походу, будет справа. Давай. Да, босс справа. Это точно такой же, блин, чебурек, как и предыдущие. Так толку-то от тебя. Зачем я с тобой, блин, сражался с такой тушей гигантской? А? Я не понимаю. Ну, перевернись. Тебе, наверное, так неудобно лежать, да? Классно, что в таких играх бывает физика. Это все-таки здорово. Можно немного позабавиться с зомби. Было бы круто, если бы я мог взять его гигантское тело, притащить к себе домой и там с ним что-нибудь придумать. Посадить накол у входа, чтобы зомби боялись. А если я бью этот шар, что становится? А-а-а. Вот оно как. Открывается телепорт на родину. И что изменилось с землей? Да, смотрите-ка, друзья. Все верно. Игра становится сложнее. Ха! Появились еще и гигантские зомбари, которых до этого не было. Прикольно, прикольно, прикольно. Я боюсь представить, что будет после прохождения третьего подземелья. Кстати, обычных зомби стало как будто меньше. Много беременных, много больших. Черт, если я пройду третье, а стопудово начнут бегать здесь эти гигантские вот эти монстры. Но зачем? Зачем я прохожу подземелья и не получаю никаких бонусов? Получаю только лишние проблемы в связи с тем, что появляются новые враги. Логика отсутствует напрочь. Просто ее нет. Она умерла где-то там. Ну и думаю, пока, друзья, на этом можно остановиться. Продолжим мы с вами в следующий раз. Чтобы следующая серия вышла как можно быстрее, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Ну а с вами, как всегда, был Перпетум и Режа Александр. До новых встреч. Всем удачи. Любите и берегите друг друга. Пока. Пока-пока-пока.